Скажем так, значительно снижает риски еще одной обвальной девальвации. Реальный платежный баланс страны, в принципе, требует курса рубля в районе 72-73 рублей за доллар. Сами американцы работают на снижение курса доллара. Курс доллара в 2019 году. Тема одновременно и простая, и непростая. Непростая вот по какой причине. Ну, во-первых, и интернет, и в частности YouTube просто-таки заполнены материалами на тему, каким будет курс доллара в 2019 году. И это уже стало маркетинговым приемом при продвижении многочисленных финансовых каналов. Если вы действительно думаете, что можно найти видео или статью, в которой точно будет указан курс доллара на ту или иную дату, то, простите, вам лучше выключить это видео, потому что точно курса доллара, конечно же, мы сказать не можем. Второй фактор, который мешает делать эту тему простой, это такой уже, то, что можно назвать, сакральный код этой темы. То есть я имею в виду следующее. Я часто даю некие прогнозы по курсу доллара, и появляются комментарии. В одном меня осуждают за то, что я не сказал, что рубль рухнет в тартарары и будет курс 200 рублей за доллар, а в другом не сказал, что доллар вот-вот умрет, потому что вот Америка плохая, империализм и так далее, и так далее, бла-бла-бла, 3 рубля. Все это вы прекрасно знаете и прекрасно можете посмотреть в других видео. Я хочу сказать о тех факторах, которые повлияют на курс доллара в 2019 году. Сначала факторы поддерживающие. Ну, во-первых, после девальвации 2014 года, за которую очень многие приноровились ругать центральный банк, появился один благой результат этой девальвации. Рубль перестал быть искусственно поддерживаемой сущностью. Он упал на некое дно, но он занял более естественное положение по отношению к курсу основных мировых валют. И именно случившееся в 2014 году, скажем так, значительно снижает риски еще одной обвальной девальвации. То есть рубль находится действительно в естественном плавании. И наше правительство без особых усилий на поддержку его курса может так или иначе ориентироваться в своих действиях на этот курс. Второй поддерживающий фактор это то, что американская экономика растет, является локомотивом для всех мировых рынков. И традиционно, когда наблюдается рост на мировых рынках, наблюдается рост спроса на нефть. Соответственно, цены на нефть сегодня находятся и в обозримом будущем, скорее всего, будут находиться в диапазоне, который вполне выгоден в России и поддерживает курс российской национальной валюты. Это, что называется, плюс в картинку рубля. Минусы. Первое. Реальный платежный баланс страны, в принципе, требует курса рубля в районе 72-73 рублей за доллар. То есть, с точки зрения интересов бюджета, по идее, правительство должно немного плавно девальвировать рубль до этого уровня. Другое дело, что так как курс рубля и курс доллара для нас такие вот сакральные вещи, мы все время боимся неких психологических рубежей. Вот по отношению к доллару в настоящее время этот психологический рубеж, он понятен. Это круглая цифра, то есть 70 рублей. То есть, все колебания до 70 для нас подсознательно являются колебаниями. А если доллар уйдет выше 70, то вполне возможно начнутся какие-то уже такие рациональные действия. Ну, не то чтобы паника на валютном рынке, но, конечно же, телодвижение. Поэтому, по идее, по моему прогнозу, рубль должен плавно девальвироваться до состояния 72 рубля за доллар. Но, при этом, конечно же, будут предприняты все усилия, чтобы он не превысил психологически значимый рубеж в 70 рублей за доллар. В ближайшее время я ожидаю плавной девальвации рубля и переход курса в значение 67-69 рублей за доллар. Что касается аргумента из серии «доллар вот-вот падет, как и вся американская финансовая система», то, во-первых, эта пугалка или эта мантра повторяется уже даже, наверное, не много лет, а много десятилетий. И, конечно, не имеет ничего общего с действительностью, ее, честно говоря, неприятно даже комментировать. А второй момент вот какой. Спрос на нефть, то есть главный фактор для нашей экономики. Или ситуация на российском фондовом рынке напрямую коррелирует с состоянием американского рынка. То есть, с точки зрения экономики, любите вы Америку или нет, но американская экономика – это главный пилот в том самолете, в котором летит российская экономика. Поэтому полагать, что какие-то либо экономические крахи в Америке могут принести благо для российской экономики, а значит и для курса российского рубля, это как минимум наивно. Это то же самое, что пилить сук, на котором мы все с вами в определенном смысле сидим. И есть еще один фактор, который, по идее, поддерживает курс рубля и влияет на снижение курса доллара. Это, собственно, политика американской администрации. В любой экономически развитой стране усилия экономической власти направлены на то, чтобы снизить курс валюты этой страны, благодаря чему товары, продукты и сервисы этой страны становятся более конкурентны на мировом рынке. Естественно, что суть валютной войны, так называемой валютной войны между США и Европой, о которой много говорится, и которая никогда не прекращается, просто иногда она выходит в такое состояние пика, иногда затихает, заключается в том, что Вашингтон хочет понизить курс доллара по отношению к евро. И, судя по всему, в последние месяцы Вашингтон в этом плане значительно выигрывает у Европы. Поэтому сами американцы работают на снижение курса доллара. Более того, недавно президент Трамп предупреждал ФРС отказаться от жесткой монетаристской политики, перейти к количественному смягчению и снизить ставку. Если ФРС, который пока находится в легкой фронте по отношению к администрации Трампа, все-таки примет эту логику, то с точки зрения фондового рынка, американская экономика, как выразил сам господин Трамп, взлетит как ракета. А с точки зрения рынка валютного, это будет означать снижение доллара по отношению, во-первых, к евро, а во-вторых, к корзине из восьми ведущих мировых валют, по отношению к которым, собственно, доллар и измеряется. Туда, помимо евро, входит швейцарский франк, британский фунт стерлингов, японская иена, шведская крона и еще несколько значимых мировых резервных валют. Вот такая ситуация в настоящий момент обстоит с курсом доллара. Итак, резюмируем. Поддерживающие рубль факторы. Первое. Высокая цена на нефть. Второе. Благоприятная конъюнктура на американском рынке, которая сказывается частично и на более-менее сносном положении на российском фондовом рынке. Третье. Нежелание российских властей перешагивать через психологически значимый рубеж в 70 рублей за доллар. И четвертая. Политика администрации Трампа, которая направлена на понижение курса доллара. Факторы, которые работают против усиления рубля и за усиление доллара. Платежный баланс России более естественно себя бы чувствовал на уровне 72-73 рубля за доллар. Интересы профицитного бюджета, если, конечно, профицит бюджета взять за самоцель, требуют снижения курса рубля. Поэтому я думаю, что в 2019 году нас не ожидает никаких серьезных потрясений ни с рублем, ни с долларом. А в целом можно рассчитывать, что курс рубля по отношению к доллару будет постепенно снижаться. Какие из этого можно сделать выводы для людей? Во-первых, эти выводы должны зависеть от размера вашего капитала или от размера тех средств, которые вы сберегаете или инвестируете. Но главный вывод, который я бы мог посоветовать как финансовый консультант, это не смотреть на валютные колебания, как на источник рисков и тем более как на инструмент для заработка. То есть, грубо говоря, в переводе на самый простой язык это звучит так. Какие бы колебания ни были, кроме каких-то серьезных форс-мажорных, это не должно менять ваше распределение, распределение ваших капиталов по тем или иным валютам. И ни в коем случае не следует бежать за рынком и срочно перекладываться в доллары, когда доллар уже растет, или срочно перекладываться в рубли, когда растет рубль. И второе, по-прежнему самым главным средством для того, чтобы обезопасить российские малые и средние капиталы от, скажем так, угроз изменений на валютном рынке, это диверсификация. Как финансовый консультант, сегодня я посоветовал бы диверсифицировать свои портфели примерно пополам или в любом другом близком к этому соотношении между рублями и долларами. И держать в евро только ту часть своего портфеля, которая, возможно, вам нужна, если вам приходится по работе или на отдых отправляться в еврозону. Качество любого прогноза, понятно, подтверждается жизнью, сбудется, не сбудется и насколько сбудется. Поэтому спорить о курсе доллара, говорить в чем прав или не прав тот или иной прогнозист не имеет смысла. Что называется, давайте проживем этот 2019 год и посмотрим. Мы нуждаемся в ваших отзывах. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите свои мнения и вопросы в комментариях. finversia.ru делает экономику понятной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова